Общественники против решения Горсовета. Суд приступил к рассмотрению иска об отмене скандального зонинга. Напомню, план зонирования территории депутаты приняли на внеочередной сессии 19 октября. Тогда замечания активистов проигнорировали. Убрали, я сказала. А державную мобу умножишь? Все, на свидание. На сегодня заседание свободное. Судья заявила, что ее отвлекают вспышки фотоаппаратов. Однако стороны возражать присутствию СМИ не стали. Заседание решено было продолжить. Очень радует, что представитель городской власти не решился высказать запрет на проведение съемок этого судебного заседания, потому что эта идея изначально им сильно не нравилась. Иск рассматривает Приморский районный суд. К участию в процессе также привлекут третьи лица. Это Департамент экологии и природных ресурсов Одесской областной державной администрации. Это Управление культуры Одесской областной державной администрации. И Товариство с обмеженной ответственностью Институт Харьков проекта как разработчик плана зонирования территории. Кроме того, к делу привлекут Управление архитектуры и градостроительства. Именно оно выступало заказчиком документа и должно было контролировать его законность. Сам зонинг в этом виде был принят с целым рядом нарушений, которые мы уже разобрали. На многие вопросы у нас уже есть официальные ответы, которые мы будем, все эти материалы мы будем предоставлять безусловно в суде. И самое главное это то, что обговорение так называемое, да, вот этот плюрализм, он был сымитирован на самом деле властью. Также, по словам активистов, принятая редакция документа позволит застраивать высотками побережья и зеленые зоны города. Следующее судебное заседание назначено на 2 февраля. Юлия Пробачей, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.